По мне так ты просто, ну как сказать, распущенная девка. Мне хочется какого-то интима. Мне даже говорили подруги, Дана Борисова на сайтах интим-услуг выставляется. Это хорошая денежка, это хороший хайп. Ой, какая ты лукавая. Ну, твои трусы это раритет. Моя старуха была голожопой. Ты упустил женщину всей своей жизни. Ты интересна, если она под лавкой подохнет. Да, Ген, без обид, но на ринг я с тобой не выйду. Ты не мой масштаб. Я тебя одной сиськой перейду напополам. В такую помойку я бы не пошла. А ты ходишь только по помойкам. Наркотики, проституция. Мне надо грязи. Грязная это ты, грязнородная. Закрой свой рот. Это шоу «Поясни за», в котором два медийных героя обсуждают актуальные темы из мира шоу-бизнеса и общества. Шоу разделено на три раунда. Вопросы соперника, высказывания соперника и мнения соперников о той или иной ситуации. Тема этого выпуска – жизнь на показ, личная или публичная. Меня зовут Дана Борисова, я телеведущая. Вчера отметила свой 45-й юбилей. И я против жизни на показ, хотя раньше чрезвычайно этим злоупотребляла. Постоянно жила на показ, каждый шаг. А последнее время взялась за ум. И вот вчера, например, у меня был день рождения, я выпала из всех сетей, не выложила ни пост, ни единый сториз и насладилась общением с дочкой. Гагин Солнцев, актер, режиссер, что могу сказать по поводу жизни на показ. В эпоху вот такой массовой коммуникации, в эпоху развития всевозможных социальных каких-то сетей, порталов, любая жизнь, она так или иначе становится жизнью на показ. И в этом, мне кажется, не надо видеть какие-то негативные стороны, а нужно этим пользоваться по полной катушке. Раунд первый. Оппоненты получают пять карточек с вопросами, выбирают по два наиболее интересных, по очереди зачитывают и отвечают на них. А с помощью кнопок гость решает, согласен он с ответом своего визави или нет. Итак, бытует мнение, что Гагин Солнцев женился на пожилой Екатерине Терешкович, ну а потом он с ней развелся, а потом женился на ее дочери Полиной. И, естественно, это было ради хайпа, ради съемок. Почему так много людей абсолютно в этом уверены? Старики женятся на молодых девках, на этих проститутках, в том числе 20-18-летних. Это никого не волнует, это никого не заботит, это нормально, об этом никто ничего не говорит. А когда молодой парень женится на женщине чуточку старше него, все, а это значит или деньги, или хайп, или он хочет наследство, или он геронтофил, или он там педаль, ну короче, все что угодно, понимаешь? Я не знаю, люди судят силу своей испорченности, если для них, понимаешь, какие-то есть стандарты любви, стандарты красоты. Ну, понимаешь, как, я, например, больше сталкивался с положительной реакцией того, что как здорово, как это необычно, как это интересно. Ну хорошо, это были изначально чувства, а потом уже вас пригласили на съемку, или все-таки был такой запрос, или ты как режиссер увидел такой запрос, и нашел свою тему, которая, надо признать, очень круто выстрелила. Да, знаешь как, мы начали жить вместе задолго до того, как появились какие-то первые отголоски каких-то эфиров и съемок, это были какие-то репортажи первое время, то есть это не было вот так вот, это была как-то такая раскачка, достаточно долгая, поэтому я не могу сказать, что это было под конкретно, что-то сделано, организовано, нет, такого нет. Ну, допустим, вот, я тебе хочу сказать, что Шаляпин, вот, например, да, у него как-то сразу это выстрелило, потому что Лариса Копенкина была миллиардеркой, а моя старуха была голожопой, и поэтому в это еще вдвойне сложнее, с трудом верилось, что мало того, она бабка, так еще и без денег, нахера она нужна, понимаешь, как вот из этой серии. А вот, ну, Копенкина, она все-таки не бабка была, она все-таки была женщиной, поэтому, наверное, здесь, если брать их, ну, Катя, когда зашла, какой, да, в отношении со мной, какой она вышла, это два разных человека. Вогиня вышла. Да, 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 и поэтому я могу сказать, что, ну, а как бы без любви я столько времени, да, столько сил, столько энергии, столько денег потратил бы на, вот, я тебе желаю, что когда тебе будет 70, что у тебя нашелся 20-летний мальчик, который будет за тебя обошлять, водить везде, хлопать, понимаешь, то есть вот в 70 лет жизнь только начинается, как сама не общается с внуками, то есть ей это просто не надо. Она сейчас где-то бегает, она снимается, она теперь... Подождите, откуда внуки? Ну, как, Полинины дети. У Полины детки были? Конечно, уже лбы такие взрослые, это самое, бегает, снимается, как артистка, играет каких-то бомжей, каких-то в скафандрах, их теандров, ну, что-то такое вот. В театре или в кино? Нет, где-то она в блоге какие-то, ну, то есть вот она прямо вот в этом, вся в творческом, так сказать, экстазии в этом, во всем, а внуки и нахер не нужны. Она как бы забыла, что у нее вообще они есть, когда там, никогда не позвонит, не скажет, что я никогда ничего не запрещал. Вот, поэтому говорить о том, что это просто, ну, абсурдно. Она не бабушка, она не мать, она как бы, как сказать, шоу-гелл, понимаешь, такая вот бродвейская. Бертихвостка. Да, да, да. И поэтому, хотя она, конечно, такой не была раньше, это как-то вот сейчас раз, и, ну, понятное дело, что это может быть связано еще в том числе с сужением сосудов главного мозга. Ты как сама вся больная, ты должна понимать, что это как бы очень серьезные такие диагнозы, которые с каждым годом усугубляют психические процессы в голове. И поэтому, конечно, мы как бы с Полиной время от времени, когда понимаем, что дело труба, там еще с алкоголем неочерешенные проблемы, в том числе с таблетками, иногда она требует, как бы, ну, к себе внимания больше. Все прекрасно, с внуками прекрасные отношения уже давно, потому что мы общаемся не первый год, все замечательно, вот. Конечно, я как бы, ну, не хожу на какие-то родительские собрания, понятное дело. Вот стоит у нас выбор, повар или сантехник. Я говорю, вот если ты будешь сантехником, у тебя всегда будут бабки в кармане, понимаешь, пришел, там толчок продолбил, бабки получил, пошел, ну, то есть вот так. И рюмаху еще нальют. Да, 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 а это самое, знаешь, как, ой, если бы Катя это знала, она бы в молодость пошла бы в сантехнике, понимаешь, как. Да, я им говорю, если хотите быть, как ваша бабка, забулдыжная проститутка, то идите на филолога учитесь. Вот она филолог, французский знает, а и что, и ничего, в 90-е поработала в издательстве, переводила три странички французской литературы, и в результате встала в этом, в лужниках продавать книги. Ну, вот и филолог, понимаешь. Ну, они, ну, как сказать, подкалывали, типа, дедушка сначала, там, мне, конечно, это со мной плохо стало, я скорую себе вызвал, в общем, ехал с нервным истощением. А потом, я говорю, не называйте меня ни папа, ни отчим, ни дедушка, называйте меня Илья. Вот, ну, то есть мы так договорились, потому что, представляешь, дедушка, мне чуть-чуть за 20, а они мне говорят, дедушка. Ну, вообще, как бы, умереть не встать. Не могу сказать, что я против этой позиции, я сама, повторюсь, очень любила жить на показ, и сейчас, в наше сложное время, это то, это наша профессия, и твоя, и моя. И, в принципе, меня это устраивает, мне нравится. Ну, может быть, вот именно из-за того, что сейчас с дочкой отношения идеальные, и сама я повзрослела, мне хочется какого-то интима. А так, я согласна, что это хорошая денежка, это хороший хайп, это хороший инфоповод. Дана Борисова редко комментирует свою личную жизнь, однако, проблемы с бывшим мужем и со своей дочкой Полиной Дана часто делает предметом обсуждения общественности. Это происходит для привлечения к себе внимания? А начало, напомню, самое первое было. Ну, короче, вот смотри. А, что я не комментирую мужчин. Смотрите, начнем с этого. Поскольку я не в отношениях, мужчины нет, поэтому комментировать мне нечего. Раньше я тоже этим занималась и весьма успешно. Вот. А эпопею об взаимоотношениях Полины и ее папы и прочее, ну, как бы, честно, мы это делаем, чтобы привлечь внимание общественности, чтобы ему было стыдно. Вот так вот. Он же в своей семье, он живет с мамой и с отчимом, ему 42 года, он всю жизнь живет с этой мамой. А как ты говоришь, я ушла от жизни на показ, если ты говоришь, да, я это делаю, намеренно провоцирую, Ну, вот сейчас буквально мы подали на эти алименты Галимы. У нас первое заседание прошло. И, конечно, я буду кричать на каждом углу о том, что у него там в фирме 26 миллионов за год прибыль, а у него зарплата 20 тысяч рублей. Он везде эту зарплату, справку таскает и в итоге 15 тысяч платит. Потому что у него принцип именно живи, не высовывайся, сиди, не высовывайся. А ты 26 миллионов хочешь или что, 13? Ну, хочу я 26 миллионов. Тебе 15 тысяч мало? Конечно, мало. У меня девочка тоже, 14 лет, ей учиться, образование оплачивают. Люди семьями на 15 тысяч в месяц живут, по 4 человека. Ну, так это их личный выбор. Ты просто хочешь на чужом горбу, понимаешь, выехать. 15 тысяч мало? Ну, Дан, извини, пожалуйста. 15 тысяч мне совершенно мало. Люди так тяжело живут. Здрасте. Ну, зайди в магазин, купи, буханку, греба. Ты живешь в хорошей квартире, переехай в Черданово, в малогабаритку. Ну, что же, все. Надо же по средствам жить, правильно? Если знаешь, что 26 миллионов не получишь. Вот рассчитывай на 15 тысяч. А мне они даром не нужны. У нас запросы официальные на 70 тысяч. Рассчитываем на 50 и будет идеально. Ну, а он почему сам не соглашается? Ему что, 15 или 50? Он не платит. Ну, я не считаю, что прям какой богатый. Это когда в передаче все выходили миллиардер. Он далеко не миллиардер. Он живет с отчимом и с мамой. Но по документам, да, у них фирма есть, у них недвижимости очень много. У него дом в Испании, дом на Новой Риге. И сейчас они купили пентхаус в Геленджике. Ты претендуешь на что-то из этого? Мне нахрен это имущество не надо. Я претендую деньгами конкретно по чеке. А может быть, если ты бы его не позорила, не бегала бы, не ходила, про него языком бы не мотала, он бы, может, 50 бы сказал, заткнись и ничего не говори. Никогда бы он ничего не заплатил. И что молчать, что не молчать. У него такая позиция, его накручивает мать. Я не отец кошелек. Поэтому он не тратит вообще ни цента. Слушай, а может быть, это связано с тем, что ты говоришь, у меня сейчас нет мужчины. Но поговорю в тусовке, что у тебя есть мужчина, который как бы тоже скрывается от всех, так сказать, от общественности, не светится. Может быть, это просто какая-то ревность бывшего мужика к нынешнему ухожу. Я тебя умоляю, может, тысячу лет не вместе, просто миллион лет, я бы даже сказала. Тут именно вот расстались в безобразных, очень плохих отношениях. И я готова меняться, я изменилась, я готова общаться нормально. А вот человек такой ограниченный. Ну, у тебя вот, ты говоришь, у меня сейчас нет личной жизни. Ну, это же не правда. Правда. У меня нет личной жизни. Моя личная жизнь, это моя дочка. Хорошо. Моя мама и моя собака. Но что касается мужчины, ну, неужели... Пока у меня нет необходимости в мужчине. Ну, а муж на час там приезжает какой-нибудь просто ради секса, например, в тех кто-нибудь? На час? Нет, во-первых, знаешь, я не готова к себе домой вызывать мужчину на час. Или достижку там, черта, ну, в том же. Не знаю, я не думала, чтобы это еще... Ну, для здоровья, ну, для здоровья же надо сексом заниматься. Ну, для здоровья мне как-то спокойнее, когда у меня в голове гармония полнейшая. Ну, то есть ты, типа, когда тебе мужчина говорит, да, но я хочу спросить на свидание, ты ему говоришь, у меня раздвоение личности, у меня это я не встречаю. Нет, 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 почему? Я на свидание с удовольствием схожу, и есть поклонники, и в том числе есть, вот сейчас нас в Турцию вывезут с доченькой. Вина в ресторане, потом, слушай, хорошо, выпила воды, потом он говорит, можешь тебя проводить до дома? Ты, он тебя проводит до дома, и ты ему говоришь, не хочешь зайти на чашечку кофе? Он говорит, конечно, хочу, вы выпиваете кофе, он тебя хватает за талию, и вы целуетесь, ну, и дальше пошло. Неужели не так проходить свидание? Нет, я не готова вообще никого к себе домой приглашать, это, как моя дочка говорит, это наш храм, это наше интимное место, нам там нравится, и мы особо лишних людей не впускаем. Если прям захочется для здоровья, ну, ради бога, я изыщу время, но для постоянных отношений, ну, извините, нет сейчас просто необходимости. Хотя у меня есть прекрасный кавалер Вальдемар из Германии, который помогает мне уже 10 лет, и сейчас вот на Майске он нам подарил шикарную поездку в Турцию, в президентском номере, мне, Полиночке и нашей собаке, вот, и мы прожили 10 дней душа в душу, отдохнули. А сколько высылает? Много? Сейчас вон смс-ка, перед тем, как садиться к тебе пришла смс-ка, к вечеру жди 17 тысяч. Ну, а вот смотри, подожди, получается, что он покупает твое общение таким образом, или как это вот? Просто он чрезвычайно щедрый человек, он мой поклонник, мы 10 лет общаемся, мы не виделись, но он знает меня по всем шоу, и очень сильно симпатизирует, и он просто щедрый человек. Для него это не напряг, и, знаешь, выклянчиво не приходится. Ты веришь в мужскую щедрость? Ну, я убеждаюсь в ней каждый день, он нам подарил прекрасный... Ну, у вас уже было это-то, нет, ни разу? Нет, мы еще пока не виделись. 10 лет общаешься, ни разу не было? Мы познакомились 10 лет на одноклассниках, мы еще пока не виделись. Ну, он в Германии живет, а в Москву, когда приезжал, он застеснялся, не позвонил, как-то там, знаешь, слился. Ну, хорошо, пройдет еще 10 лет, тебе 60 лет, и он такой говорит, да, ну вот я 20 лет тебя кормлю, давай уже попробуем, что ты ответишь ему? Ну, надо же сначала встретиться, посмотреть, что за Вальдемар там такой. Не, не, а врет, как дышит. Нет мужиков, нет ничего, этот благотворительный фонд ей присылает из Германии, ну надо же, а. То, что активисты из Чечни решили бороться с... Из Чечни, внимание, решили бороться с похабщиной на российском ТВ и требуют запретить артистов, дурно влияющих на молодое поколение. И вчера был список, естественно, во главе списка Моргенштерн, Шура и прочие-прочие персонажи, а замыкаешь список в гордом одиночестве, ты, представитель Чечни, требует разобраться и удалить тебя с голубых экранов. А, ты знаешь, я тебе на это скажу так, удивительно, что тебя там нету в этом списке, потому что кого запретить, так это тебя надо, за твою пропаганду, наркоты, алкоголизма, психизма, развратного образа жизни, меня запрещать, за что? Я в трусах хожу, я там что-то это самое, а вот ты в таком виде только не была уже показана, никто тебя никакие списки не вносил. Они говорят, у тебя похабщина. Никакой похабщины. То, что делает Моргенштерн, я не знаю, я не специалист по молодежному творчеству, я не смотрю его. Что там, кто еще сказал? Они все распоясавшиеся. Я, с какого черта я плохо влияю на молодежь? Это уму непостижимое, это охота на ведьм. Это что-то там у тебя неверно в ваших написано, и у них тоже неверно. А вот тебя я, я прям сегодня напишу им в этот комитет, Адана Борисовна, где? Жалобу, жалобу. Да, и тебя это самое, туда надо в первую очередь, с твоей Сибитовной там и так далее, со всей этой шушерой. Согласна, меня тоже надо внести в этот список, но ты при этом согласна, что совершенно справедливо попал в этот список и образец похабщины. Ты вот здесь сидишь уже мат-перемат, мат-перемат. Сдержаться невозможно, потому что я от тебя не ожидал такой глупости, что ты будешь поддерживать вот эти какие-то совершенно необоснованные инициативы. Но это же просто уму непостижимо. Известно, что Дана Борисова и Гоген Солнцев проходили лечение от зависимости в одной клинике. Нужно ли делиться подобной информацией о себе и чем это чревато? Да, действительно, мы с Гогеном проходили лечение у одного врача в одной клинике. Рассказывать, я считаю, необходимо это постоянно озвучивать, потому что тема зависимости, она плотником связана со всей моей жизнью. Мою жизнь нельзя представить иначе, чем вот в ореоле этой всей зависимости. Вот, поэтому я считаю своим долгом. Мне это нравится, я люблю высказываться на тему зависимости и считаю, это просто мой долг. А вот ты зачем рассказал? Я готов, смотри, с тобой не согласиться. Например, я в этой клинике оказался, потому что я перебрался с алкоголем в праздник. Это буквально на пару дней. Ты же доходишь по расписанию, у тебя чуть ли не трудовая книжка там лежит. У тебя на этой неделе раздвоение личности, на следующий, это самое как пограничное состояние. Еще там на третью неделю у тебя этот, как это сказать, биополярность расстройств, потом у тебя этот сплит, когда у тебя семь личностей там в голове, и каждый со свое отвечает. Все время себе выдумываешь болезнь. Мне кажется, ты просто хочешь внимания такого вот, знаешь, врачебного. По мне так ты просто, ну как сказать, распущенная девка, никогда не больная. Но тебе очень выгодно иметь маску больной, чтобы, знаешь, ну с больной взятки гладкой. Замаскироваться, искусственно замаскироваться. Ну а зачем ты-то тогда об этом рассказал? Если ты случайно напился, случайно там оказался. А что, не напиваются никто? Ты же устроил чес, по всем передачам походил. Никто не напивается? И рассказал, и зачем ты там крушил стены, крушил мебель. Это называется напился, пошел полечиться. Одну секунду, это нашему менталитету близко. Ну бывает перебрал, ну ничего страшного. А ты продвигаешь западные ценности. Пообъясню почему. На Западе очень модно говорить, я болею, я не скрываю. То есть, ну как бы, политика открытости. У нас совершенно по-другому. У нас не принято говорить о болячках. Ну вот я сейчас сяду, как погода, смотри как солнышко. Думаешь, ой, я вся больная, болит, ага, болит рука, болит там это. Это неприятно, когда вот это с таким человеком общаться. А ты, Коль, 10 лет ходишь про свои болячки. Расскажи, вот на каждой кнопке, куда ни тыкну, здесь она, этот пробовал наркотик, здесь она, этот пробовал, здесь она, этот пробовал. И здесь все, знаешь, сама себя загнала в маску вечной, зависимой и это самое. Согласна. А я не согласен. Прости, расскажи, как ты хотела, чтобы я бросил бабку и переметнулся к тебе. Бабку. Мне просто, Катюха твоя очень симпатична, вот искренне сейчас говорю. Она мне и как женщина нравится, и как личность, поэтому я была бы счастлива, если бы ты до сих пор был с ней и не лезла. Смотри, как ты. Катюха была в 100 раз лучше. И Полины этой непонятной, и видная, и яркая, и сексуальная, как Волочкова говорит. Короче, ты упустил женщину всей своей жизни. Когда в психушке лежали вместе, она там, Катя, сука, брось Катю, ну, друзья были. Так-то, что много лет знакомые. А вышли на свободу все. Да, но мне чуть-чуть за 20, а она недавно 40-летие программы «Принцип домино» отметила. Браков может быть много в жизни. А ребенок, он единственный у тебя, да? Вот Катя, как она могла бы мне подарить детей? У нее матка трухлявая. Ну, какие могут быть дети, понимаешь? Нет, так у тебя и от Полины нет детей. Полина тебя обманула, когда ты на ней женился, что она беременна. Ну, подожди, у Полины нормальный детородный организм. То есть там как бы все нормально. Ну, как говорится, бла-бла-бла, что у нее все нормально. Тогда пусть берет и рожает. Вы сколько уже вместе? Два года. О, ну, извините. Мои родители год прожили, я уже у них нарисовалась. Ну, может быть, потому что сначала нарисовалась, а потом они уже поженились? Может быть, как это бывает часто, знаешь ли? Ну, я, короче, считаю, что Полина пока не выполняет свой супружеский долг. Даст Господь детей с удовольствием, не даст. Но я не представляю, чтобы, например, я там зарабатывал деньги. Слушай, почему ты мне объясни, баб столько на свете, ну, кругом их миллион. И что, тебе надо было все равно из этого уже угла, где Катя, подобрать и эту Полину? Ну, миллион женщин. Что ты зациклился на этом семействе? Тем более, раз там и Катя неадекват полная, и Полина вся травмированная. Ну, ради бога. Ну, а кто адекват, Дан? Ну, а кто адекват? А вот, понимаешь, я не могу быть один, я не могу там себе готовить, ну, то есть убирать. Мне это все сложно. Понимаешь, я вот не знаю, как ты. У тебя, наверное, домработница, и ты девушка богатая, там, занимаешься, может быть, интимом за деньги, за немалые. А у меня такой возможности нет. Понимаешь, поэтому мне приходится, как бы, ну, женщину использовать как женщину в том числе. Не только как там объект любви, там, секса, но и в каких-то бытовых вещах. Понимаешь, вот постирать как? Вот как? Я даже машинку включить не могу. Я не умею. О, элементарно. Ну, вот видишь, ты умеешь, я не умею. Ну, потому что это все делала то Катя, то Полина. Я считаю, 10 лет вообще, как бы, ну, на кухню даже не заходил толком. Ну, только когда Катю, это самое, оттуда с ментами... Она, значит, знаешь, что она сделала? Она начала... Катерина? Да, приводить... Просто я... Мужиков, да? Сейчас опять это самое вызывает к участковому объяснение, чтобы мы писали. Вызывает людей, в том числе случайных людей. С улицы, то есть, слетают какие-то подружки старинные, все в бутылках из-под водки. Катя невменяемая, ну, просто в каких-то синяках. Они там напиваются, дерут это все вот в квартире моей. Ну, на самом деле, это все ради хайпа. Вот так было. Нет, как у них... Она святая. У них телефоны у всех проданы, там даже снимать не на что это все, потому что у них все в ломбардах. Пропали золотые цацки, мои Полинины, Катины. Мы написали заявление. В общем, случайных людей водят, да? Она говорит, а кто это? Я говорю, а я не знаю кто. Может, она не помнит даже? А мне говорят сотрудники полиции, они говорят, так она сама, может, ломбард сдала? И где мы сейчас будем искать? И я не могу сказать, что это были какие-то залежи. Шкатулка, маленькая шкатулка. Но это было, как бы, как сказать, все, украдено. Люди не очень чистые на руку приходили и ее подпаивали, чтобы забрать что-то. У меня пропадали, извините, трусы, понимаешь? Вот вплоть до такого, что... Ну, твои трусы – это раритет. Ну, нет. Его можно продать за большие деньги. Я тебе говорю, насколько вот люди... То есть это были люди, которые, понятно, Катя не хочет лечиться от алкоголизма, не хочет ни от чего лечиться. А понятно, что вот телевидению, там, радио будет интересно, если она под лавкой подохнет. Ой, какой интересный, ну, это повод. Ну, то есть, понимаешь, да? А когда я с Полиной пытаемся ее выставить на пути истины, ну, вылечить, то мы плохие становимся, понимаешь? Раунд второй. Перед гостями варианты карточек со спорными цитатами друг друга, которые они должны прокомментировать по выбору оппонента. Пояснения друг друга оцениваются с зеленой кнопкой «согласие» или красной «несогласие». Цитата Гогена Солнцева. «Дана отправила дочь учиться за границу на все свои бабки, как сообщают СМИ. Не знаю, как вы, а я обескуражен ее поступком. Вместо того, чтобы дать дочери бесплатное образование в России, которое считается одним из лучших в мире, Дана делает совсем необъяснимые противоположные вещи. Может быть, это необдуманный шаг, либо же Дана снова начала торчать. Даночка, если тебе нужна какая-то помощь или поддержка, обращаюсь к тебе, ты всегда можешь на меня рассчитывать». Ну и зачем ты такую гадость про меня сказал? Ну, слушай, я поддерживаю каждое слово, которое я сказал, потому что я не понимаю, как поменять. Вот ты сама же в советской школе училась, как и я, да? Ну неужели ты считаешь, что на Западе... Нет, ну в то время, когда мы учились советское образование, вообще в разы там не с чем сравнивать. Я фанатка нашего образования именно. Сейчас отменили баллонскую систему, сейчас баллонскую систему отменяют, мы возвращаемся вот к тем самым специалитету, который был в советское время. Поэтому я думаю, что отправлять ребенка за границу, еще и платить за это какие-то невероятные деньги, это, ну, по меньшей мере, как бы, ты же все время ходишь, говоришь, что я с голой жопой, с голой жопой, там, типа, нищенка. И за границу отправляет дочку учиться, ну, понятно же, что все в недоумении, как бы, все в шоке, откуда у нее деньги-то на такое обучение? А деньги у меня, я получила гонорар за Форт Боярд, вот и все. Сколько я получила? И потратила его на деньги, в жизни не скажу. Почему? Но она в Британию отправить, Полиночку, хватило. А это не озвучивалось там сколько? Ну, сколько гонорар, у каждого, у каждого индивидуально. Сколько она там проучилась-то в результате? Полишка лето. А, то есть это всего было? А, нет, понятно, не на всю жизнь, я бы не потянула. А я думала, что это навсегда ты туда, как бы. Неа. Ну, вот, видишь, как бы это... Я первый раз сейчас слышу, что это было всего три месяца. То есть мне-то казалось, что это на постоянку. Это было лето, и я все равно благодарна, потому что она вернулась именно замотивированная на английский язык. Другое дело, я согласна, что за границу сейчас отправляешь ребенка, и не знаешь, он вернется девочкой или мальчиком. Надо учить таджикский в России. Да. Нет, не согласна. Потому что на тот момент это образование было ей необходимо. Сколько Форт Бояр тебе заплатил? Ни за что не скажу. Ну, хорошо заплатил. Ты же 10-15 рублей? Да. Чуть-чуть побольше. Ой, какая ты лукавая. Лукавая ты, прелукавая. Мне даже говорили подруги, Дана Борисова на сайтах интим услуг выставляется. Я говорю, ну вы позвоните, попробуйте заказать. Может быть, приедет какая-нибудь вообще не Дана Борисова. Да, ну знаешь, как фотографии могут использоваться же, да, как бы. А иностранцы, которые приезжают, скажем, там, ну в Балчук там на пару ночей, да, они же не понимают, кто у нас там артисты, кто там телеведущий. То есть, ну есть лицо, да, как бы симпатичное и симпатичное. Мне же не знают, что женщине 50 лет уже, понимаешь, вчера было. Ну, грубо говоря, понимаешь, так-то все, рекламируется все положительное, а по факту приезжаешь и одни отказывают. Цитата, значит, Гоген при встрече говорит, что я его подружка, но мы не друзья, когда у меня был конфликт с ребенком, он меня задел. Сказал, что я сплавила дочь со границу, чтобы отдохнуть. Очень хочется Гогену подзаработать деньжат. Но приличный поединок его никто не пригласит. У меня предстоит бой с Машей Малиновской, ему хочется, как у всех звезд. Гоген, без обид, но на ринг я с тобой не выйду. Ты не мой масштаб. Я тебе одной сиськой напополам, понимаешь? Да прям, я-то занимаюсь, слава богу, на тренировке хожу 2-3 раза в неделю к лучшему тренеру. С тобой даже толстая Роза Сибитова отказалась биться. Ну, Роза Сибитова, она вообще не моя весовая категория, как ты понимаешь. Раунд третий. Перед гостями одна общая карточка ситуации, в которой находится вопрос, напрямую связанный с темой дискуссии. Позиции друг друга оппоненты также оценивают при помощи кнопок. Вся суть реалити-шоу «Дом-2» и ему подобных открыто показывает личную жизнь зрителям. Как вы относитесь к тому, что чужие отношения выносятся на суд всем желающим и ток-шоу такого формата? Не, ну мы сейчас давай «Дом-2» еще, что ли, отсудим? Ну вот такой вот вопрос. Смотри-ка, я думаю, что тебя просто не взяли в «Дом-2», потому что ты не прошла тест на мочевину. Ты пописала, а там наркотиков нашли гору. Поэтому тебя не взяли. Оригинально. А ты бы рада была бы пойти. А что, не пошла бы? Не пошла бы. Нету, одинокая женщина, плюс у тебя история дочка. Почему нет-то? Пошла бы, еще как миленькая, на коленях бы позвала. Возьмите меня, ну возьмите меня. Такую помойку я бы не пошла. Ты знаешь, ты ходишь и в другие помойки, еще похуже, чем вот эта. Понимаешь? А сам-то благодаря каким помойкам? Каким помойкам? У меня все приличные проекты. Канал «Культура». Я с культуры не вылезаю. Бессовестная. А ты ходишь только по помойкам. Наркотики, проституция, наркотики, проституция, наркотики, проституция. Ну сколько можно же? Не надо грязи. Позоришь себя, позоришь дочь, позоришь мать. Не надо грязи. Бессовестная. Грязная-то ты, грязнородная. Закрой свой рот. Сволочь. На себя облил даже вместо себя. Эй, муж не может идти. Все, я иду в пиздец. Иди на... Это просто. Я побывала у вас, ну просто вместе с ним, как на помойке. Я посидела полтора часа. И вот в этой помойке, к сожалению, он меня всю извалял. Я изначально вам сказала, что герой не моего масштаба. Что Гоген это ниже Плинтуса. И мне, например, даже стыдно будет сегодня знакомым сказать, что я побывала в одном помещении и в одной помойке с ним сидела. Вот, но закончилось тем, что это животное еще просто там вот так вот на меня водой. Животное. Она меня даст... Вы знаете, у меня ощущение было, что я воспитатель в коррекционном интернате. Бабе 50 лет, она сидит, какое-то одела платье, как будто ей 10 лет. Сиськи вот так вот помашет перед лицом моим. 50 лет человеку она... Ты дура? Да, я согласен, я дура. Ну что это за детский сад? Ну глупость. Никакой дискуссию умной не построить. Не эрудит. Ничего. Слабоумная. Субтитры сделал DimaTorzok